Значит, это небольшое выступление называется «Как отзывается слово Борис Пастернак в споре о физиках и лириках». Ну, понятно, что это здесь в основе лежат слова тютчевские, потому что нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И вот здесь мне хотелось, ну, в каком-то смысле неожиданно для самого себя, какое-то время назад я обнаружил одну вещь, показать, как может отзываться слово, которое существовало, безусловно, но оно как бы существовало в другом пространстве, в другом контексте, а вот сопоставлением с другими строками, стихами, неожиданно дает эффект такого, некой вспышки, которая показывает, что это слово, возможно, влияло на совершенно другие смыслы. Ну, и вот в этот год, ну, тем более, что неизбежное возвращение к стихам Пастернака, к его строкам, они все время нас сами возвращают в образы его поэзии, ну, и вот навстречу этому вот наше усилие, когда по прошествии многих лет мы можем неожиданно почувствовать совершенно новые контексты знакомых, но иных теперь слов. Вот. О чем будет идти речь? В октябре 59-го года, в продолжении дискуссии о физиках и лириках, инспирированной сверху, но и весьма активно поддержанной снизу, вот надо заметить, что не так давно, несколько лет назад, появилась, ну, такая, можно сказать, фундаментальная работа Константина Богданова в новом литературном обозрении, как раз посвященной вот этой теме, вообще об этой дискуссии, ну, которую он, так сказать, цитирует, там, одного из тех, кто дискутировал, называется «редурковатая дискуссия». В общем, она действительно выглядит несколько смешно на расстоянии, но, тем не менее, все, как бы, они знают, и все-таки она вот вызывает нас и взглянуть на другие контексты. Так вот, в октябре 59-го года в литературной газете были напечатаны стихи Бориса Луцкого. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне, дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. Ну, и речь пойдет о личном и драматическом, а не столько вот об общественном, не столько о вот контексте социальном этой дискуссии. Можно будет увидеть, что здесь эти слова говорят о другом, и этому, как мне кажется, помогут слова Пастернака. Я скажу, какие. Ну, всегда мне казалось несколько странным, да не мне только, что вот эти слова о лириках в загоне, пусть и слегка с шутливой манерой, то есть это написано в то время, когда лирика была в необыкновенном фаворе вообще. То есть сам Слуцкий вместе с другими выступал, ну, памятникам Маяковскому, политехническим и в других местах, на телевидении даже, что была редкость, конечно, тогда, вообще экзотикой. И на самом деле, я не знаю, как в других странах, а может быть вообще в мировой истории, но в нашей истории точно не было такого случая, когда поэзия обладала такой властью над умами. Буквально сотни, тысяч, миллионы ей внимали завороженно. Ну, здесь надо заметить, что не для всех, так сказать, она была действительно порой такого расцвета. Вот, например, Геннадий Айгиль говорил, что начало 60-х – это худшее время. Авангардные попытки, авангардные стихи вообще никак не пробивались. Это было глубокое подполье. Ну, и надо заметить, и поэтическая гласность у памятника тоже была ограничена. Через какое-то время там стали это закрывать, и даже некоторых поэтов потом и вот Голландского, например, посадили и так далее. Но это тема другого разговора. Тем не менее, у многих это время осталось… Ну, понятно, что уровень поэзии был разный там, и внимали тоже в большей степени социальным каким-то мотивом. Но, тем не менее, вдруг я услышал другую строку другого автора, написанную тем же четырехстопным хореем, и который, кажется, никогда не сопоставлялся строкой о лириках-физиках. Это первая строка стихотворения Нобелевской премии Бориса Пастернака. «Я пропал, как зверь в загоне». Вот, прочитаю это, ну, ныне широко известное произведение, конечно, но тем более в этом доме, Нобелевская премия. «Я пропал, как зверь в загоне, Где-то люди, воля, свет, А за мною шум погони, Мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, Еле сваленное бревно, Путь отрезан отовсюду, Будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость, Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, Верю я, придет пора, Силу подлости и злобы Одолеет дух добра». И неожиданно произведение о лириках-физиках Предстало постепенно в глубоко личном контексте И отчасти контексте вины и непрощения, Неотпущенной вины, О которой неявно, по сути дела, говорил автор Стихотворения в физиках и лириках. Но трагический смысл строк Пастернака известен. То есть, ведь он скончался через полтора года После написания стихотворения. Но смысл его стихов отозвался И самым странным, непредсказуемым образом И в судьбе автора, Которое дало название, дискуссию о физиках и лириках. Слова поэта Слуцкого, понятно, Более сниженные, сухие, чем прообраз, в кавычках. Словно бы тогда уже указывали косвенно на его судьбу, Предсказывали его судьбу И указывали на работу совести, Что приведет его, как известно, в конце пути В клинику душевнобольных, Где вот по свидетельству Зои Богославского Он сказал Кузнесенскому, Он одного из немногих к себе позвал туда его, И когда тот пришел к нему в палату, Он сказал, что давай выйдем, Мы здесь не можем говорить, Здесь все меня осуждают за то выступление. И, ну, известно, что Слуцкий, Так же, как и Леонид Мартынов, Выступили словами осуждения Пастернака На собрании писателей в октябре 1958 года. Ну, о причинах этого выступления написано много, Я тоже кратко об этом скажу. Но вот важно то, что Слуцкий потом всю жизнь, Внешне это, может быть, не так проявлялось, Но, тем не менее, мучился от этого поступка. И, ну, относились по-разному. Вот я помню, здесь дочь Дмитрия Журавлева, Я ей как раз задавали вопрос, Как вот, ну, она знала там Слуцкого, Как относились к нему? Она сказала, его жалели. Если помните. Но это одна из реакций была. Кто-то помнил долго, кто-то забыл, Кто-то вообще не знал этого. Не придавал этому значения, да. Но, тем не менее, были люди, которые помнили и не простили. И вот, например, вспоминается вот там некоторый эпизод, Который описан, Когда он в Таруси просил у Ариадны фронт вдруг прощения за то свое выступление. И она ему сказала только, перестаньте рыдать. Это где-то на каких-то бедонах молочных происходило. Буквально там, как-то упал туда. Ну, или при знакомстве к Бродскому, к ЦДЛ, Первое, что сказал Слуцкий, значит, договоримся. То мое выступление длилось только три минуты. Но встает вопрос, знал ли Слуцкий в 59-м году стихотворение Пастернака. Сейчас я попытаюсь об этом сказать. Это некая гипотеза, что он знал. Но, тем не менее, может быть, он и не знал. Но, тем более, тогда важное совпадение. Все-таки характерно, что многие не помнят, когда было написано и напечатано это стихотворение. Оно как-то во времени, так сказать, разошлось. Я сам, до того, как точно не уснул, мне казалось, где-то в начале 60-х. Некоторые говорили там и позже. Потому что некоторые вообще не помнили. Физики и лирики помнили эти строки или не помнили, что это Слуцкому принадлежит. А само выражение физики и лирики стало неким идиоматическим сочетанием. И Слуцкий писал, что это единственный его такой высказывание, которое вошло в книгу «Крылатые слова», которая издавалась потом. Но вот что важно. Крайне редко, когда стихотворец, поэт, пишет о происхождении своего стихотворения, как оно зародилось и так далее. Так вот, Слуцкий написал, в частности, об этом стихотворении. О нескольких своих стихотворениях. Ну, история моих стихов. Ну, самый известный на тот момент. И в частности, о физиках и лириках. Это у него вот такие воспоминания о других и о себе. Ну, там, военные мемориалы и так далее. Вот что он пишет. «Физики и лирики» тоже не совсем мое. Тоже отделившееся от меня стихотворение. Написано летом, сколько он стоит, 1960-е? Со знаком вопроса. То есть он точно не помнит, но оно явно не 60-е, потому что в 59-м оно было уже опубликовано. То есть, по-видимому, ну, скорее всего, 59-м. Написано. «В лодке на оке близ Тарусы, где мы с Таней, ну, это его жена, мучились от жары и мух. Катали на лодке нас Андрей Волконский с женой Галей Арбузовой. Волконский говорил бы из передышки, желчный космополит из крокодила. Ругал литературу своих тестей, Арбузового и Паустовского. А потом, разошедшись до Эл Толстого включительного, говорил о своем происхождении, о том, что Таруса была наша, и т.п. Я сперва прислушивался, спорил, жалел Галю, а потом под шум мотора и Волконского написал стихотворение и очень опасался, что забуду его до берега, не запишу. Потом все жарили рыбу, а я быстро записал в блокноте. Проблема была животрепещей, как эта же рыба. Только что в Комсомолке технарий Политаев и Липунов резко спорили об этом же с Оренбургом». Надо заметить, что здесь Слуцкий также не совсем точен, поскольку статья Оренбурга, породившая такую газетную дискуссию физиков и лириков, была опубликована 2 сентября 59-го года. То есть Слуцкий это летом у него появился, а он уже это накладывает на то, что осенью учил. Слуцкий дальше говорит, что в летгазете его стихи напечатал Сергей Сергеевич Смирнов. Но надо заметить, что именно Смирнов вел то известное собрание в октябре 58-го года против Пастернака. Ну, слово не выкинешь. Здесь показательное высказывание о том, что стихотворение не совсем мое. Но понятно, что стихи Пастернака ни им, ни кем-то другим не имелись в виду. Я пытался многих опрашивать и спрашивать, вот не сопоставлялись эти строки, ну, по прошествии стольких лет, ну, людей Вячеслав Селыч Иванович, Игорь Шатанович, главный редактор вопросов литературы, Юрия Орлицкого, видного стиховеда нашего, или вот того же Константина Богданова, а это, в общем, культуролог такой известный. Я вот с ним на банных чтениях познакомился как раз в апреле, он в Пушкинском доме работает. Но они сказали, что им, в общем, неизвестно это. И для них это было несколько неожиданно. Для всех. Ну, поэтому, если бы я знал, что это сопоставлялось, я как-то бы, может, не стал уже велосипеды открывать. Но такое ощущение, что, ну, я могу ошибаться, может быть, где-то это вообще для кого-то известно, но так вот, после долгих опросов, я, так сказать, честно пытался выяснить, это вроде не было. Вот в этих замечаниях Слуцкого важно слово, когда он реагирует на некий посторонний шум. То есть это некоторая как бы внушенность, что оно под какой-то посторонний фон всплыло из-под сознания. То есть чужая строка, она в совершенно другой контекст облеклась. Тут надо заметить, что вот Александр Давыдов, он писатель, издатель, переводчик, это сын Давида Самойлова, он мне говорил в частности о том, что могло повлиять на зарождение такой стихотворения физики и лирики, то, что вот его мать, то есть, ну, жена Давида Самойлова тогда, в Ялте летом, возможно, именно в 59-е годы, с Слуцким разговаривала и сказала ему, что, ну, там, что ты, вот, поэт, сейчас физики в моде. А там были, сами тоже отдыхали, самые видные физики, теоретики, Ландавы в том числе. И это, ну, еще один, может быть, фактор, который вот ввел вот в этот совершенно другой контекст слова, которое он слышал. Предположение, мог ли он читать это стихотворение? Ну, я еще раз уточню просто, ну, наверное, все знают, что стихотворение Нобелевской премии было написано в январе по Стернакам и в феврале напечатано в английской прессе. И после этого у него были, ну, опять, там, вызовы в прокуратуру, Руденко с ним разговаривал, опять шел разговор чуть ли не об аресте. То есть это все было вот на грани, держалось это. И у нас стихотворение, это было напечатано в 87-м году, по-моему, в книжном обозрении, в Мире книг, вот тогда, помните, вот такой, ну, почти через 30 лет. Но в Маше, в Писках оно ходило. И вот тот же Александр Давыдов, говорит, что разбирал, ну, после смерти отца, бумаги Давида Самойлова, и одно из первых, он натолкнулся на машинопись Нобелевской премии. То есть, возможно, ну, не только через Самойлова, они вообще там, ну, знали друг друга и даже дружили там. Слуцкий Самойлов, правда, после этого выступления, оно произошло охлаживание, но тем не менее, ну, ясно, что оно ходило в списках, и поэтому, ну, это предположение, что он его видел. Подсознание откликнул с чужими строками. Может быть, он его и не знал. Ну, такое тоже может быть. Но тем более показательно, потому что эти строки, ну, буквально вот совпадающие, они дают такой новый контекст. Тут я должен несколько слов сказать вообще о, ну, так сказать, методе, который я разрабатываю уже много лет. Ну, буквально очень кратко, чтобы не отвлекаться от этой темы. Это все-таки не литературоведческий такой семинар. Тем не менее, сказать, что я изучаю такие вот, ну, в основном, литературные совпадения. А именно то, что по большей части не контролируется сознанием. То, что вот сопоставляет, дает некую вспышку такую, которая освещает и эти произведения, и общий для них новый какой-то контекст. И, ну, довольно много таких случаев описано, ну, собственно, и большая часть опубликована. Ну, в том числе, там, «Вопрос к литературе» две статьи. Ну, например, сопоставление «Шума и ярости» Фолкнера и Котлована Платонова. То есть, ну, я не буду рассказывать, там, статья на 40 страниц. То есть, это вот есть какое-то сопоставление. Это, может быть, ну, люди могли как-то знать друг друга или совершенно не знать. Важно то, что они вот, какие-то вот происходят вот соприкосновения. Вот эти. Но это не совсем то, что вот компаративистика занимается, ну, почтенный вот финал, который больше занимается таким обобщением, типологиями. Здесь важна такая уникальность вот этих строк или фрагментов, или целых произведений. Вот там, может быть, романы и так далее. Ну, в прошлом году тоже «Вопрос к литературе». Вот тоже большая статья вот с поставления «Мастера Маргарита» и «Доктора Фаустеса», например. То есть, ну, в частности, это и, может быть, фрагмент какой-то, который, как правило, он, фрагменты эти сопоставляются вот, они сами не контролируются не только вот авторами, но и вообще, как правило, ну, таким литературным сообществом. А тем не менее они вот, вот это воздействие существует. И здесь важно вот выявить это. И увидеть, вот я говорю, что это при этой вспышке каждый из них, так сказать, ну, не уничтожается, а наоборот наполняется каким-то новым смыслом, новым светом. И они приоткрывают новые пространства, где мы видим вот сопоставление какое-то, ну, в данном случае вот я буду говорить о физиках и лириках, в более широком аспекте, как мы увидим, что вот эти, сопоставление этих двух строк освещает какие-то вот, ну, такие, затаемные углы, может быть, которые по отдельности исследуются, а так в целом как бы не связывались. Ну, и еще заметить, что это вот, это я называю метод идемформа, ну, такое название появилось после не одного десятилетия размышлений, я не очень, не сторонник всегда нового названия, но здесь все-таки пришлось дать какое-то новое название, это идем, это тот же, тождественное, то есть это вот такая точка отождествления совершенно разных вот, как бы, произведений или вот сущностей. При этом каждая сущность, она, вот я говорю, не исчезает, она в результате этого сопоставления наполняется новым каким-то вот смыслом, новой полнотой. Вот, я просто прочту это все стихотворение в целом, физики и лирики, потому что, ну, часто помнят только вот две строки или вот первую страфу. Но надо заметить, что следующие страфы, сразу забегая вперед, они, ну, несколько, ну, вообще все стихотворение, оно такое, ну, и понятно, ироничное. И сам Слуцкий писал, что вот как раз он в литературной газете опубликовал это стихотворение и прикрыл его такими, ну, как он сказал, плохими, там еще стихотворениями о космосе. Ну, тоже вот на тему. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне, дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. Значит, что-то не раскрыли, мы, что следовало нам бы, значит, слабенькие крылья, наши сладенькие ямбы. И в пегасовом полете не взлетают наши кони, то-то физики в почете, то-то лирики в загоне. Это самоочевидно, спорить просто бесполезно. Так что даже не обидно, а скорее интересно наблюдать, как словно пена опадают наши рифмы, и величие степенно отступают в логарифмы. То есть оно вот странное само по себе. Выдаёт некую... Такая ситуация в том смысле, что я никогда... Я не помню. Я его никогда и не читала. Нет, и там действительно такая ирония вообще. Нет, ирония. Но, в другой стороне, это отступление. Ну, дальше вот я скажу, на него все набросились, как предательство лирики, вообще говоря. Пораженческие настроения. Абсолютно, да. И этой дискуссией все увлеклись. Ну, то есть его все... А он как бы этого не боялся. То есть для него это было важным высказанием. Ну, не дошли уж руки. Какая-то, да. То есть здесь важно вот то, что писал Слуцкий о появлении своего стихотворения. Вот зарождение, ещё что. Он как бы вот момент оправдания каких-то... Ну, когда нападали там на Арбузову, Паустовского, он защищал как бы, ну, так явно, неявно. И вот этот, он в каком-то смысле противостоял самому себе, вот, а он был обвинителем ведь там, вроде которого он выступал на собрании, вот, посвящённом осуждению Пастернака. То есть подсознание откликнулось вот тоже, ну, как мне представляется, вот такой реакции. Оно как бы в сторону шло, но тем не менее вот показательно, как это произошло. Вот, то есть товарищи по ремеслу... Это он пишет дальше. По ремеслу сперва отнеслись к физикам и лирику, как к оскорблению профессии. Миша Дудин, когда ему сказали, что стихи шутливые, сказал, а мы шуток не понимаем. Смельяков, когда его попросили выступить в печати, сказал примерно так, что с этим нужно бороться, но стихами. Защищали физиков и лириков лениво, ругали горячо, зло. В разгар спора академик В.В. Шулейкин, специалист по физике моря, говорят, не очень большой специалист, прислал мне длинное рифмованное утешение. Не так, мол, уж плохи дела у вашего брата поэтов. Дальше Слуцкий пишет. Сейчас, в 1972 году, летом в большую жару, в Ивантьевской гостинице, я продолжаю думать, что дела у нашего брата довольно плохи. Сократилась доля общественного внимания. Здесь можно заметить, это по сравнению с тем временем, когда лирики были в загоне. То есть он сам себе здесь противоречит, казалось бы. Доля общественного внимания, получаемая нашим братом, да и распределяется эта доля хуже, чем прежде. Основные ломти получают не глубочайшие, а шумнейшие. То есть здесь поэц Слуцкий, потом уже по фактам, когда описывает, явно снижает пафос своего шуточного стихотворения, физики и лирики, переводя его в более бытовую плоскость, ну и противоречие сам себе, ибо куда, казалось бы, хуже могло быть время, когда лирики находились в загоне. То есть на самом деле он сам следует тому, о чем он говорил. Ну какой же загон там был, когда вот все это там приветствуют. Вот сейчас, да, 72-й год, но это уже совершенно другая обстановка. И он как бы вот об этом пишет, хотя стихотворение у него о другом. И тут вот важен контекст, открывающийся новый, о физиках и лириках. И еще один фактор, что его подтолкнуло на это, на написание этого стихотворения. Какое это имеет отношение к физикам? И здесь важен, несомненный, контекст Нобелевской премии. Самое прямое. В 1958 году была впервые, так же, как и впервые советскому писателю, литератору, то есть Пастернаку, была присуждена Нобелевская премия советским физиком Черенкову, Таму и Франку за открытие и объяснение эффекта Вавилова-Черенкова. Здесь я буду отвлекаться. И здесь вот открываются уже контексты, вот действительно какого-то взаимодействия, но вот в Нобелевском контексте физиков и лириков и вот эти слова, которым сказано «физики в почете, лирики в загоне». Потому что физики действительно оказались в почете. Именно вот в 1958 году те и другие получили Нобелевские премии, но один оказался в почете, другие оказались в загоне. То есть Слуцкий сам как бы это не имел в виду, но все знали об этом. Тогда физиков ну как бы следили. Причем замечу вот в стихах Леонида Мартынова, можно сказать, но он его написал раньше, отразилось каким-то образом это вот открытие, я сейчас скажу о нем. Эффект Вавилова-Черенкова. Оно заключается в том, что была достигнут, ну это в 30-е годы был открыт Черенковым, у него был научный руководитель Сергей Вавилов. Ну Вавилов уже умер и не мог получать к этому времени Нобелевскую премию. Оно заключается в том, что может быть превышена скорость света. Но не в вакууме, то что называется, это недостижимый предел, а в каком-то веществе, ну например в воде. То есть электрон может двигаться быстрее скорости света. И когда он проходит этот световой барьер, возникает свечение. Ну это как вот преодолевается звуковой барьер, то мы слышим, ударная волна отходит, вот такой конус, и это вот, ну оно продвигается вперед. И вот это вот тогда Черенков вот впервые увидел такое странное свечение, и не могли это объяснить, но в конце 30-х вот там Франко это теоретически объяснили. И это было действительно важно, ну и психологически тоже. А тогда, ну об этом же везде писали, действительно говорили, вот физики были все-таки и на слуху, и я интересовались. И вот в стихах Леонида Мартынова каким образом отразилось это, что может быть вот, ну достигнута скорость света или даже превышена, но он написал это раньше, не имея в виду, по-видимому, этот эффект, хотя, может быть, он тоже интересовался этим. Это почти неподвижность и мука, мчаться куда-то со скоростью звука, зная прекрасно, что есть уже где-то летящий со скоростью света. То есть здесь на самом деле вот такой сложный контекст физиков-лириков, оказывается, он разным образом пересекается и здесь. Но он вот отсвет и в более ранние годы, и вот если взглянуть туда, тоже вот таким определенным нобелевским освещением, блеском сопоставления физиков и лириков. Что тогда было, ну мы знаем вот эту историю, ну 58-го года, все знают, что лирики были осуждены, а физики приветствовались. А вот 1933 год, это год, когда впервые русскую литературу получил многоискупремию, то есть ее получил Бунин. И как же отозвались на это? И мы видим, что через 25 лет контекст повторился. Именно физики были в почве... Ну получили там не наши физики, но это были известнейшие, ну величайшие физики 20 века. Так сложилось. Шредингер, Гезенберг и Дирок это создатели квантовой механики. И их приветствовали все. У нас их Нобелевская лекция были изданы в 30-е годы отдельные брошюры. Ну что там, ну Дирок приезжал сюда, с Копийцей встречался, например. То есть, ну все-всех знали, в общем-то, и тогда, ну и в Харьков кто-то приезжал, но Шредин у них нет. То есть это действительно, и это было замечательное достижение. Как же отозвались на получение премии Бунина? Ну, не так много было отзывов. Ну, обычно это было 30 репоников писателю-белогвардейцу. Ну я вот просто процитирую, это вот показательно. 29 ноября 1933 года в литературной газете появилась заметка. И Бунин, Нобелевский лауреат. По последним сообщениям, это тоже характерное выступление, Нобелевская премия по литературе за 1933 год присуждена белогвардейцу-мигранту и Бунину. Белогвардейский Олимп выдвинул и всячески отставил кандидатуру матерого волка к контрреволюции Бунина. Чье творчество, особенно в последнее время, насыщенное мотивами смерти, распада, опреченности в обстановке катастрофического мирового кризиса, пришлось, очевидно, ко двору шведских академических старцев. То есть Бунин был издан в 50-е годы, собрания уже выходили. И это все забылось, это исключили. А на самом деле, и это вот слова, это, ну, Пастернака страшны были через 25 лет, но тогда, если Бунин был здесь, можно представить, что с ним произошло. Ну так, гипотетически. То есть это было другое время, сейчас я вот скажу это. Ну, здесь, ну, просто вот так, как сноска замечу, что, по-видимому, вот, ну, встреча физиков и лириков, вот она на сцене произошла, там, по-видимому, Бунин впервые услышал вот эти имена физиков, а они впервые, наверное, не были. То есть ни до этого, ни Пастернака, а тем не менее, понимаете, это отдельное исследование. Бунин вроде классический такой писатель, ну, вышший из XIX века, и все же он внес некоторые новые, он, конечно, соприкоснулся с новыми тенденциями искусства и науки, я думаю, и в части квантовой механики. То есть это отдельная тема, я даже немножко вот пытался, но это я говорю, это в сноске, ну, тут другого можно автора привести его в высказывание, но он не скрывал своих вот интересов к новым тенденциям во всем, а именно Мандельштаме, который в черновиках разговор о Данте писал, Дант не может быть понят без теории квант. Ну, так сказать, ради ритмы, но на самом деле это существенно. Ну, вот, и вот это заставляет, ну, такую вот ситуацию представить. Можно представить, что премию физикам за эффект Вавилова Черенкова могли присудить в конце 30-х годов. Уже был эффект открыт и объяснен. И вообще говоря, гипотетически можно представить, что какому-то советскому писателю присудили. Например, Шолоху за роман «Тихий дон», который был издан к 40-му году. Но его можно было поставить в любой контекст. И как глубоко антисоветский. Чем он, ну, он, так сказать, выше всего, но... И тогда можно представить, чтобы произошло. Точно так же физики бы оказались в фаворе лирики загони. Но так ли? Или не совсем так? Вот я приведу вам пример, который говорит, что ситуация могла быть хуже. Какая была бы реакция властей в этом случае? Трудно сказать. Один из возможных сценариев реально был написан в другой тоталитарной стороне того времени, то есть в гитлеровской Германии. В 1936 году Нобелевская премия мира была присуждена гуманитарию, в терминах настоящего рассказывания, лирику, известному пацифисту Карлу Осетскому. А тот находился в то время в Дахау, то есть в пастернаковских терминах в загоне буквально. Ну, ситуация нам в каком-то смысле знакома, но гораздо более смягчена. В варианте в 1974 году Сахаров получал премию мира, но он, можно сказать, почти под домашним арестом, но тем не менее он встречался с иностранными журналистами и так далее. А тогда, ну, собственно, его через год выпустили, он уже умирал. Вот туберкулезы осетские, собственно, умер в 1937 году. Но объявление о присуждении премии вызвало непередаваемую ярость Гитлера, его окружения, и любому гражданину Германии было запрещено получать Нобелевские премии. И вот несколько там получили ученых Нобелевскую премию в конце, им было запрещено. Особенно показать, например, просто вот не могу это не привести, потому что вот это показывало, чтобы и здесь могло произойти с теми же физиками. Например, осенью 1939 года, как раз вскоре после начала Второй мировой войны, премия по физиологии и медицине была присуждена Герхарду Дамакку. И как только она была присуждена, того немедленно арестовал гестапо. Через неделю его выпустили, но заставили отказаться от премии. И до конца войны Дамак провел в концлагере, ну, можно сказать, в загоне, по-видимому, вместе, ну, подобным нашим шарашкам, по-видимому. После войны он все же получил присужденную в 1939 году премию, ну, уже безденежной части. Я не уверен, что имя что-то говорит, это Герхард Дамак. Ничего. А на самом деле это один из величайших микробиологов и физиологов, ну, достаточно сказать, что он открыл, и все станет ясно. В 1933 году он впервые, вот, как раз во время прихода Гитлера к власти, весной, ну, впервые вот было получено, сейчас скажу, а в 1935 уже, ну, подтверждено, уже были препараты. Это был получен, ну, прообраз будущего, широко известного стриптоцита, всех сурфамидных препаратов. То, что сейчас вот, до сих пор используют, ну, со всеми ограничениями. Ну, вот Флеминг, может быть, слышали, там, пенициллин, Дамак, он раньше, ну, может быть, менее мощный, но, тем не менее, оно спасло миллионы жизней. Это вот характерно, что вот, когда приходил вот Гитлер к власти, он вот делал это открытие, причем там был, ну, чрезвычайно драматический эпизод, ну, открытие Флеминга известно, но здесь, дело в том, что он решил опробовать впервые вот этот препарат, ну, это называется протонзил, красный слептоцит, ну, потом стали белые, да, стали белые. Он, ну, вынужден просто был рискнуть на своей умирающей дочери, потому что ничего не могло ее спасти. И риск себя оправдал, и девочка выздоровела. Но, понимаете, можно представить, что произошло бы, как возможный сценарий, если бы там тоже, ну, вот Бунин был бы здесь, ему присудили, тоже бы, это вполне сопоставимые вещи. И физики, собственно, тоже могли оказаться, ну, поэтому здесь, вот это сопоставление двух строк, оно открывает такой и драматический, и личный аспект, такой драмы, и, в общем, трагедии, и, ну, общий. И в этом смысле, ну, и к нашим можно физикам обратиться. Ведь строку Слуцкого удивление автора о физиках и лириков вызывает не только то, что лирики в загоне, но и как бы удивляется, что физики в почете. А ведь многие из них, по сути, тоже вышли из загонов, закрытых учреждений, а некоторые из лагерей. некоторые физики были расстреляны, ну, там, Матвей Бронштейн известный, но это муж. Илья Чуковский. Илья Чуковский. Илья Чуковский, да. Да. Известные теоретики Ландау и Фок чудом спаслись. Ну, Ландау провел около года в 1938 году. То есть, благодаря письмам Капицы, которые тот писал к Сталину. И вот здесь еще один такой драматичный сюжет, но он как бы вот просто так сложил, и жизнь показала, что в сознании, внешне вроде все, так сказать, раскрепостились, а что в сознании многие еще находились в загоне. Вот Вячеслав Силович Иванов вспоминал как-то, что когда в 62-м, ну, он хорошо знал Ландау, когда в 62-м году Ландау попал в ужасную автомобильную катастрофу в начале года, ну, когда он постепенно пришел в сознание, он как бы потерял ориентацию во времени. И ему казалось, что он находится в 1938 году еще. И все происходящее вокруг это инсценировка и провокация НКВД. То есть, поэтому и только когда в конце 62-го года, ну, ему как бы специально так, ну, он и заслуживал, была присуждена Нобелевская премия и вручена в Москве в Доме ученых, он сказал, что теперь вот только он верит, что находится не в заключении, что это не провокация. То есть, это показывает вот такой, ну, туда, куда-то в подсознание удар произошел, и что на самом деле все и несмотря на то, что в почете все еще были и в загоне. Ну, здесь надо заметить, что, возможно, премии советским физикам в 1958 году, ну, там они оценивают, Нобелевский комитет, хотели немного, может быть, смягчить эффект от реакции, ну, нашего государства, а премия впервые присуждаем советскому писателю. Но, насколько это получилось, трудно сказать, но, вот, известно, что после присуждения Нобелевской премии по физике, ну, некоторые физики, чтобы как бы оправдаться, ну, в смысле, они приезжали на дачу по Стернаку, ну, там вот, главе с Академией Ильи Анатольевичем, ну, не те, кто получил премию, но, тем не менее, как бы, от имени по поручению, это выглядит тоже несколько... Нет, вообще-то в этот момент как-то активизируется, да, вокруг него. Ну, да, 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 то есть они как-то, ну, письма там, ну, да, в общем, пытались, как могли, то есть, на самом деле, здесь это происходило какая-то это, вот, но, здесь надо сказать, вот, а лично, теперь аспекте, ну, вот, Слуцкого и Мартынова, и, что, на самом деле, это вот четыре строки, они, в них содержится достаточно много, есть вот, ну, внешне это, ну, просто шуточное, как бы, такое. Тут же говорится о дело в мировом законе, то есть, это как бы бессознательная попытка самооправдания и сказать, что это лишь проявление мирового закона, по сравнению с которым суд человеческий, ну, как бы отступает. То есть, это такая вот многослойная какое-то вот изменение, оправдание, скрытое, так сказать, в глубине где-то. то есть, здесь, конечно, вот эта личная драма того и другого, она есть. То есть, загнанность сознания при внешнем благополучии, и сам Слуцкий, ну, понимал, что он тоже в каком-то загоне находится, потому что он же возглавлял партийную организацию, вот этой секции поэтов, и его вынудили просто выступить. Ну, как он говорил, у меня вот партийная дисциплина. Ну, это тоже какое-то, ну, самообъяснение, это часть только, безусловно, это сложный такой комплекс каких-то вот, ну, и потом сложный комплекс вин, так сказать, вины. внешне все вот вроде способствовало выходу, ну, там, вот теперь совершенно другое пространство свободы, а тем не менее, ну, об этом много писали, почему, как вот, что на них повлияло, почему они выступали, но я все-таки, ну, несколько слов хотел сказать об этом. Дело в том, что Ислудский-Мартынов только что вот, ну, буквально в середине 50-х выпустили, ну, первые свои книги, так сказать, стихов, и, ну, то есть они были, вот, поэты оттепили, ну, такие уже были. В возрасте, ну, конечно, Мартынов на 14 лет старше, Слудского, 1905 года рождения, но тем не менее, это, в общем, они в чем-то были сходны, их вот судьба такая поэтическая. И, конечно, у них, вот, ну, так многие объясняют, что реакция была, и они сами об этом говорили, что, ну, о, теперь-таки, такие свободы, ну, пусть и относительности, а вот появление доктора Жива, да, ну, так сказать, эти свободы перекроют. Да, 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 сильно. То есть это был такой аргумент, но, надо заметить, обвиняли его в этом должны. Ну, да, но надо заметить, что, если, по самому большому счету, на глубине, просто те общечеловеческие ценности возвращения христианства, которые были докторе Жива, им были, ну, не то, что непонятно, они, это люди, которые выросли в революции, и Мартынов отказывался от всех церковных, он, ну, так сказать, он же следовал футуризму, Маяковскому, и такое богоборчество присутствует, ну, а Слуцкий просто вырос в этом. Для него, это было, ну, кодексы, вот, всего они, ну, вот кодекс чести, он как бы был на переломе, то есть, как партийный человек он должен был выступать, а как просто человек не должен был. И, то есть, на самом деле, они выступали, потому что они все-таки считали, что, ну, вот да, открылась новая свобода, это новый мир, а до этого что-то другое, и вдруг нас возвращает доктор Режевага каким-то полузабытым, так сказать, хотя они, конечно, много читали, там, и общались, и в то же время это были советские люди, ну, там, во всех смыслах этого слова, ну, невозможно это отрицать, и поэтому их выступление, на самом деле, ну, тем не менее, вот Слуцкий показывает, насколько это вот было, вот время, когда выход в свободу истинную, он все-таки должен был сопровождаться и вот этим, поэтому частичные свободы, которые предоставлялись, там, и космос все-таки обладает полнотой, когда эта половина сломлена космоса, то это не может быть никакой полноты, вот, и вот эта, собственно, христианская мировая любовь была им внутренне непонятна, то есть для людей нового мира, живущих в постоянной борьбе, битве, но Слуцкий сам прошел войну, и это был тяжелейший опыт, собственно, он там в трибунале работал, несколько месяцев, он же еще юристом был, но, ну, здесь были какие-то, и, конечно, и мотивы такие чисто поэтические, и они оба были в каком-то смысле уизвелены тем, что, ну, Пастернак как такой классик на них, может быть, не очень обращал внимания, хотя вот Вячеслав Силович Иванов мне говорил, что Пастернак как раз Слуцкого отмечал, и вот среди других поэтов, вот современников, а Мартынову надо заметить, что, ну, этих записок Мартынов не знал, по-видимому, это вот, ну, оно не вошло в людей положение, а вообще он там говорит, я не написал о Заболоцком, Твардовском, Симонове, Мартынове, хороших поэтах, то есть на самом деле он, в общем-то, его замечал, но известно, такое, трудно сказать, это не кто-то, не только про Марифу, Мартынову вроде говорят, то есть реакция здесь Пастернака, не только на его стихи, когда Мартынов показал ему стихи, Пастернак со вздохом сказал, да, все мы плохо пишем, то есть после такого высказывания, конечно, сказать, что между ними было контакт, ну, это во всяком случае, вот именно говорит о Мартынове, хотя там вроде и другим он тоже так отвечал, но, вот. на самом деле замечательно, мы и как мы плохо пишем. ну, просто чудесно. Нет, ну, как бы ежливо, и в то же время, не оставляющий сомнения. ну, здесь, на самом деле, вот, то, из чего вот сознание было сплетено, тех людей, мы не совсем представляем, вообще говоря, а уж по 30-е годы говорить сложнее, но, на самом деле, здесь вот я еще один приведу пример, что могло скрыто, может быть, он сам не отдавал этот отчет, тем не менее, как человек партии, он тоже хотел вот это исключить. Дело в том, что двоюродный брат Слуцкого, это была известнейшая личность в Израиле того времени, Мир Амид, он был Мир Слуцкий, вообще говоря, ну, его родители мигрирули в начале 20-х годов из Украины, сам Слуцкий из Славянска, они, по-моему, из Харькова, ну, потом принял фамилию Амид, он был известен тем, что он был начальником оперодел генштаба, который возглавлял Машедаян. То есть, ну, после Суэцкого кризиса, то есть, понятно, что это была весьма одиозной фигурой, там знали, кто такой, а заметили, что в 60-е годы он возглавил МОСАД на несколько лет. То есть, Слуцкий, скорее всего, знал это, но он, наверное, в анкетах не писал, если родственники за границей, ну, кто же такое напишет. Могло ли это повлиять, не знаю. Это, ну, это какой-то там, это, ну, человек партии, так сказать, он следует, но еще, если он выступит так, то ему, помимо билет на стол, еще там... было за что его, да, да, я слышала, что... обвинение в сионину, в 60-е годы, в середине, вот, мать Мирамина, то есть, тетку Слуцкого, она приезжала в Советский Союз, ее пустили, когда он был, возглавлял МОСАД. Они знали, кто это, и она встречалась с родителями Слуцкого, но Слуцкий и его брат с ней не встречались. Ну, то есть, это были нежелательные, конечно, контакты, он тогда, ну, тоже понимал, что это, в общем, лучше этого не делать. То есть, это, понимаете, вот, контексты разные тут, и вот то, из чего соткано, вообще, скорее, подсознание, которое, ну, оно реагирует безошибочно, но это вот, здесь вот нельзя так поступать, то есть, обвинение в сионизме, тогда тоже ничего хорошего не представляло бы. То есть, так что, это вот его стихотворение, ну, особенно, вот первый четверостиш, оно показывает, вот, на самом деле, сумму каких-то, вот, таких скрытых, явных реакций, которые, вот, указывают на его личную драму, на личную драму других людей, и на общественный тоже, вот, процесс и столкновение, такого, чрезвычайно драматического и трагического, в общем, свойства. я вот прочту выдержку из Богдана, вот статья, о которой я скажу, чтобы вот о дискуссии, собственно, физиков и лириков, это статья, говорю, очень хорошая, и, по-моему, она, ну, во многом, такая, ну, делает много известно, то, что, ну, как-то тоже не сопрягались факты, я, например, именно из статьи узнал, когда было опубликовано это стихотворение, вот, например, в октябре, Богданов пишет, «С сегодняшнего дня дискуссия о физиках и лириках часто представляется, в общем, надуманной, нелепой, безрезультатной, однако, как хорошо известно социологам, все, что воспринимается в качестве существующего, не исключает реальных последствий, в отличие от предшествующей эпохи, организационных, административных и судебных решений, на предмет тем, выносимых на публичное обсуждение, в кавычках, рассуждения о роли физики и лирики, в настоящем и будущем закончились, по общему мнению, ничем, но само это ничто, в кавычках, вероятно, должно считаться главным результатом дискуссии, продемонстрировавшей в конечном счете счету очередной идеологической утопии, ну, потому что тогда, это вот, два года она продолжалась, до 22-го съезда, ну, идея была общая, что гармоническую личность, так сказать, ну, потом, кодекс строителей коммунизма, но, в частности, вот это вот, соединение двух начал, как бы, но, и он, Богданов добавляет, что, на самом деле, здесь и был весьма серьезный аспект, который остается, проблема спора физиков и лириков выходит за рамки придурковатой дискуссии, существует, существовало, существует вопрос о двух культурах, это название книги Чарльза Сноуа, которая была издана в 59-м году, и добавляли, что она, ну, его выступление было, как раз, вот, Чарльза Сноуа, 7-го мая 59-го года, в Кэрбридже, он там читал лекцию одну, она и так заглавливалась, две культуры и научная революция, и затем она была издана, ну, тут же у нас была приведена, потом еще были издания, Чарльза Сноуа, он сам физик по образованию, но он известный романист, в общем, ну, сейчас менее, тогда он был весьма популярен, да. А он был коммунистом, Я не знаю, по-моему, нет, но он вот там в этой книге, в частности, вот опыт Советского Союза, где вот как раз гуманитарии и физики, они, так сказать, гораздо больше, много было книг, я сейчас помню. Нет, да, у него огромное количество, но вот этот вопрос, ну, собственно, до сих пор стоит, как сопрягать эти разные области, разрывка, ну, на теоретическом уровне и так далее. И здесь можно сказать, что вот строка Пастернака, ну, как бы сама ни того не подозревая, скрыто, скрыто, неожиданно задала том и название самой вот этой дискуссии и самому этому обсуждению о физиках и лириках, но, как представляется, она указала не столько на теоретический аспект, это само по себе, сколько на глубоко такой вот драматический и трагический аспект внешней такой вот смешной, как бы, дискуссии. И на самом деле здесь то есть Пастернак вот неявно указал, что без человеческого такого напряжения, без страсти не может быть никакого соединения, ну, вспоминают его строки «Мироздание лишь страсти и разряда человеческим сердцем накопленным». Вот, так сказать, настоящий ответ. Вот в этих словах окажется такой путь к возможному соединению разделенных частей бытия через, собственно, человеческий опыт, пусть трагический, драматический. И так могут быть преодолены разрывы. Вот примерно то, что я хотела рассказать. не, вот это очень… Спасибо. Да, это огромное спасибо, но вообще это рождает много всяких еще дополнительных вещей. Вот эту непосредственную реакцию действительно, она же не на что-то или на… Сейчас я попытаюсь объяснить, вот просто мне хочется избежать имен ныне живущих, ну то есть мне известных людей, с которыми я вот тут не так давно даже общалась в Питере. Один мне очень уважаемый человек рассказывал про то, как он должен был всего лишь во времена вот этого Сахаровского еще подготавливаемый ему триумф, который еще не был триумфом, вообще он не был, был произнести фамилию Сахарова, чтобы выдвинуть его кандидатам там на съезд и прочее. Оказывается, ему было это поручено сделать, просто поручено, ничего больше. Он только должен был взять и сказать Сахаров. Это вот 80-е годы. Нет, это уже 90-е. Нет, это 90-е. Наконец 80-е. 80-е. Конец 80-е. Но Сахаров ничего больше. Он ничего не должен был делать. То есть вот он должен, ну это вообще серьезное дело, вообще произнести так, чтобы его еще услышали. И в момент, когда он должен был встать и это сделать, и сказать, он потерял голос. А он был уверен, что он скажет это. Скажет. Он готовился. Он готовился. Он понимал, что это необходимо. То есть уже не было таких внешних особенных вот этих причин. И он уже прожил все-таки немножко другую жизнь. и все-таки не было вот этого. Он человек тоже пожилой, но не старый. Он совершенно... То есть тогда он еще был в общем молодой мужчина. И вот это... И он до сих пор не может понять, что с ним было. Потому что вот этот... Вот эту реакцию он анализирует и пытается понять. Но самое интересное, он тут же рассказал историю, которая произошла совсем недавно с человеком, который нам всем известен. вот тоже не хочу называть его фамилией, потому что это тоже такая же абсолютно уважаемая личность, совершенно замечательный человек, которому надо было, должны были вручить государственную какую-то награду, там какой-то орден повесить. Он сказал, не-не, я не пойду. Сказал он и пошел. Пока шел, он говорил, нет, я пойду и уйду. Я сразу, я ничего не буду. Я даже не выйду на сцену. Я не имею права не выйти на сцену. Я просто не выйду на сцену. И уже замечаешь, он уже на сцену. Он сказал, нет, 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 руку я не подам, никогда в жизни, сказал он. И уже замечаешь, что у него рука протягивается. Вот это совершенно уникальный опыт, который недавно, оно на меня произвело невероятное впечатление, потому что я сидел и рассказывал. Это время, а 50-е, а 30-е годы. А это, который последний случай, это совсем недавно. Ну, конечно, это на самом деле это показывает, что... Просто не буду называть, потому что действительно исключительно вот просто замечательный человек в тех отношениях и в голову не приходит заподозрить всего в каких бы то ни было сервильностей или еще чего-то предвестия. Абсолютно. Но это просто показывает в каком страшном напряжении находились. Я всем это помню, когда вот это все вот сейчас вот про Слуцкого и про все и про это его выступление несчастное, да, и как это, что это, что это, что это. Как он, как он, наверное, наверняка готовился, и как он этому сопротивлялся, и как легко это... в то же время, вот я говорю, он находился на... вот это скрещение, но это действительно было искренне верящее в партийное... Ну, он верил, да, в партийное... Да, и то, что... Он же писал в 50-е год там стихотворение «Хозяин о Сталине», который ходил в списках, ну, так, 20-й съезд там произошел, то есть все это... То есть, конечно, он считал, что вот, ну, новое время какое-то наступает, и все... Ну, и... Ну, он человек партии был, понимаете, ну, тут вот... Нет, это, конечно, страшно тесно. Это у нас сегодня целый день эти возникают эти наши... Ну, тут еще были люди, приходившие все время... Можно вопросик? А вот... Почему все-таки именно физики так любят Пастернак? Есть в этом? Ну, нет. Да, да, да. По человеку... Не в смысле... Ну, как бы... Физики не как целое сообщество, да, а отдельные физики, из всех технарей, вот именно физики, почему-то любят Пастернак? Есть в этом какая-то подобретка? Нет, они потому что имеют дело, ну, во-первых, с образами, так сказать, но образами такими абстрагированы в каком-то смысле. А Пастернак именно... Ну, это действительно чрезвычайно образная поэзия, но возведенная в новый уровень, так сказать, ну, абстракции. Это же модернистская поэзия, так сказать. То есть, в этом смысле математики, может быть, слишком отвлеченные, так сказать, мысли. Ну, их и меньше, может быть, ну, а химики более, так сказать, практичные. Ну, это я, так сказать, предполагаю. Просто вот это вот, они в каком-то смысле вот есть пересечения. Ну, я не буду говорить, я, так сказать, даже у меня есть работа, где я пытаюсь там метафору и... Почему не будете? Физическое уравнение сопоставлять. Ну, это отвлечение такое. Нет, на самом деле, это связанная вещь, ну, если три слова позволить сказать, то это, ну, работа, она даст, ну, я долго над ней работал, она издана, там, языки науки, языки искусства. Когда-то я делал, там, доклад, конференция была, ну, традиционная, но потом она прекратила существование, в Суздале происходило, там вот выступали, естественно, научники и, так скажем, лирики, ну, то есть, те, кто гуманитарными занимаются. Вот, ну, работа это, ну, буквально вот, в трех словах, о том, что, ну, ну, уравнение, особенно физическое уравнение, понятно, то есть, это вот есть знак равенства, а в правой и левой части стоят какие-то, ну, выражения, но каждый из них характеризует что-то некий другой, скажем так, вот, в физике чувственный опыт. Они, тем не менее, вот через этот знак соединяются. Например, сила ускорения, вот, знаком Ньютона, то есть, ускорение это одно ощущение, а сила, ну, немножко другое. Вот они сопрягаются, метафоры, вообще говоря, точно так же. Вот у нее есть некий знак равенства, она, ну, есть фундаментальная метафора, а есть такие вот, ну, та же, как есть какие-то уравнения такие эмпирические, а есть вот фундаментальные уравнения. Так что, ну, вот в этом заключается идея, ну, там она как-то развивается, но, вот, я говорю, на самом деле, это вот физики и вот лирики, у них много общего. Нет, сам Пастернак признавался, что он пытался заниматься высшей математикой, то есть, он, у него есть это, он даже надписи, там, где, на одной из цифровых, в том, что он курс психологии. И все, в общем-то, физика интересовался, но слышали, во всяком случае, новейшие физики интересовались. Ну, Мандельштам, там, Андрей Белов в большей степени гораздо, некоторые другие, но, тем не менее, это люди все-таки знали, это слышали, и как-то косвенно, но я считаю, что вот проследить, как вот литература влияла, ну, как, может быть, тоже косвенно, и как новейшая физика влияла на литературу, это отдельная тема, но, на самом деле, тут, я помню, был на одной конференции в Белграде, и там вот выступал известный человек из Петербурга, забыл его, но он занимается абериутами, в частности он рассказывал, что абериуты определенным образом, вот как-то там тоже с квантовой физикой у них было, какие-то вот квантомеханики в 20-х годах, какие-то вот свои связи, но я, кстати, тогда предложил эту тему, но это так, чисто гипотетически, что там человеческие могли быть контакты, потому что все тогда физики, теоретики жили именно в Петербурге, ну, в Ленинграде, и Ландау там, и Ваненко, и Фок тот же, и Фок один из первых написал так называемое релятивистское обобщение, уравнение квантовой механики, ну, оно было такой первоначальный вариант, потом Дирек его, так сказать, более общим написал, но первый вот и ну, часто называют Клейна Гордона Фока, там независимы три автора, один Фок, но Фок тоже был там, то есть они там через какие-то звенья могли друг друга знать, возможно, это я просто говорю, так что здесь было общение не только на уровне каких-то вот, ну, таких косвенных воздействий, которые могут не менее сильнее, но и непосредственных контактов, но это я говорю, это я не изучал вопрос, но тем не менее здесь есть такая тоже интересная какая-то тема. Но здесь я говорю, здесь вот приоткрываются такие настолько мрачные, трагические какие-то стороны вообще этого, они связываются воедино, то есть то, о чем люди не хотят вспоминать, может быть, на самом деле, те, кто там провел в лагерях многие годы, и физики те же, они это как бы пытались отримить опыт многие, на самом деле. То есть поэтому строки о том, что в загоне это все к сожалению. еще вопрос замечательно. Не, ну тут просто все время какие-то еще там рождаются. Не, ну мы же все время об этом думаем, да, мы все время говорим и об этом думаем, как это все происходит, как это... Потому что вот как сегодня была эта женщина, которая как люди, так все просто складывается. Вот надо... Вот зачем в последних жил в такой даче? Он должен был отказаться. Вообще наслоение человек рождается и ну есть какие-то уже данные, одаренность, какой-то талант или что-то, ну вот от природы, да, потом еще и некое воспитание, среда, и потом начинается вот этот вот что с личностью происходит, когда он одаренный человек, вдруг вот он партийный, он же был партийничек, что это с ним происходит? Нет, и не только он, а на самом деле не считали своим долгом, он же там во время войны с тобой в партию. То есть у человека происходит вот это вот какая-то совершенно ослоеная пирог, когда есть что-то природное, а тут еще это определенным образом он вот верит в какую-то идею, и это тоже ломает его в чем-то и убеждает в чем-то, и все это наслаивается, а потом что-то происходит какое-то условно-философский вопрос. А с какого момента у нас появилось такое, ну у нас, я имею в виду в нашей советской жизни, стала превалировать вот такая идея, что ради идей можно в себе чем-то, что идея выше человеческой сущности. в 30-е или еще раньше? 17-й год весь до 17-го года есть следы? Конечно. Так исторический опыт, это же не только здесь, так сказать, это цель оправдывает средства, это же небольшой революции. Ну там можно много называть, ну там разные были контексты и так далее, но то, что можно уничтожить треть или половину человечества ради того, чтобы остальное жило хорошо, так вот как, это значит можно в общем и смотреть, как там умирают голодающие там 20-е, 30-е то есть это все было заложено с самого начала собственно так что тут некоторые верили, что да, надо вот уничтожить, но тогда остальное будет более человеческое, человечная часть человечества. Так что здесь еще была спарта, еще когда вот эти вот не надо нет, нет, это все уходит внутри, про внутри. Оправдывать тем, что ради цели можно пожертвовать любым так сказать. Нет, что человечество можно какое-то такое человечество можно пожертвовать, ну конечно же. Нет, есть что-то разумное, да, которое может победить несмотря ни на что. Не знаю, я все равно как будто это такая какая-то оказалась невероятно такая загадочная и очень важная тема, мне кажется. Вот то, что все нет. ты мне скажешь, да, издетов действительно такого как бы смешного спора, который все они так воспринимаются как некое недоразумение, да? Ну вообще это все загадочно, все, как это происходило, как он мучился, мучился ли он на самом деле, или это действительно уже какие-то были такие болезни, какая-то болезнь, которая началась. И от чего она не... А вот его работа в трибунале, он же недолго там был, но все-таки как-то... Он считал, что как вот человек, верящий в эту идею, нет, но тогда это война была, так сказать, он был юристом, его предложили, он считал, что ну вот, то есть это был Железный человек в каком-то смысле. Ну, вот он и сломался, то есть вот... Поэтому он был лирик, ну хотя такой суховатый, как бы паразиозированный, но это в общем-то у меня несколько замечательных стихотворений есть, которые... Ну, тогда не он один был такой, то есть было целое поколение в общем. Ну, его же сверстники многие погибли на войне, которые ну, себя, ну, жертву готовили, многие погибли, но некоторые оставили, но они верили во все это, так сказать, ну, и Павел Коган, там, Кульчицкий, друг, так сказать, то есть и другие люди, они же совершенно сознательно на это, не только себя, но нас не надо жалеть, ведь никого не жалели, то есть ну, все они, в общем, они погибли, так сказать, то есть это была жертвенность настоящая, причем в войне вроде такой священной войны, хотя она могла бы не состояться, если бы не было в 18-м году, ну, в общем, это то есть сейчас нам просто это трудно представить, что это за люди были, ну, нас скорее удивляет, но у меня в частности скорее удивляет, что были исключения из правил, и я все не могу выступать. Где же это? Нет, конечно, но это были мужественные люди, которые, да, на самом деле не боялись задумать мысли до конца и высказать, хотя там в горле, то есть, но были люди, которые действительно просто не могли ничего с собой поделать, ну, таких было большинство совершенно явные, которые, ну, и, может быть, не хотели, ну, и не выступали, допустим, но и в защиту тоже не могли, там, Пастернака, конечно, выступить, это было. Вячеслав Всеволодович Варнов, когда я вот ему об этом говорил, вот о строчках, о сопоставлениях, он сказал, да, я не знал, что мы так сопоставлять, он говорит, что он же дружил и со Слуцким тоже, ну, с Пастернаком, и... Да, это он написал, кстати, один, да. Ну, да, и Слуцкий, идя на это собрание, Вячеслав Всеволодович не пошел туда, конечно, и Слуцкий не сказал ему, что он будет выступать, и потом, когда Слуцкий к нему пришел, ну, как там вот это произошло, тот, прежде всего, сказал, что Корнелий Зелинский сказал, что надо арестовать Вячеслав Всеволодович. Он сразу себя отредактировал, он сразу вычеркнул свое, свое участие. как бы, да, потом он как-то краем, ну, сказал, ну, я выступил там, потом он на следующий день пришел к Вячеславу Всеволодовичу, они ходили никаких слов говорить, как человек, как рядовой армии, там, партийной армии, я должен быть, это понятно, это дисциплина, ну, там действительно, они кратко очень говорили, и там, и Мартынов, и Слуцкий, это такие, конечно, не были, но, тем не менее, это вот. Нет, и потом там же были такие выступления, когда, ну, действительно, в этом не было необходимо, вообще, насколько я понимаю, что тут надо было, задача Владимировича простая, просто сразу проголосовать, и без всяких таких, это все-таки, уже были другие немножко, другие времена, но все-таки, так сказать, их подогревали, чтобы они высказали вот эмоционально, там, чтобы это было собрание, которое высказали. до такой степени стали увлекаться этим, и там уже распоясались, ну, это круговая паука. Нет, но здесь уже один высказывается, другой боится, что если он не выскажется, то это заменит, или поймут именно так, как он бы не хотел. Так что здесь... Страх усилить стоит одному. Ну, страх, безусловно, тут и поэтому... Вот нам как-нибудь надо о чем поговорить, о природе страха. Ну, это, понимаете, тут... Запутаемся. Нет, на самом деле, тоже с того времени вышли, еще тоже не преодолели. Они вышли, но они уж совсем из времени... Мартенов же был там в ссылке в начале 30-х годов, так сказать, он тоже прошел через... Там он ссылает в углу, ну, так, как бы минимально, но тоже это все в людях сидело. И в своих воспоминаниях Мартена, вот такая у меня книга есть, воздушные фрегаты, он доходит в воспоминаниях, ну, где-то до середины, конца 20-х годов. Дальше он не заходит. То есть это... Ну, как честный человек, он не хотел писать только там, что с ним не было, но дальше это уже совсем другая история. И насколько... В общем, живые такие яркие воспоминания. Ну, там вот как раз Овселуда Вячеславовича Иванова, он же с ним... Ну, собственно, они знали друг друга очень хорошо. Ну, Слуцкий вот пишет, а в войне у него такие сильные довольно мемуарные эти... Ну, в общем, там, конечно, страшные вещи, но тем не менее он описывает эти... неправдивые. Ну что, замечательно, Володь. Спасибо большущая. По-моему, это такая очень... Изменяюсь, что... Простите, что такая мрачноватая тема несколько, но тем не менее... Погода так. Будем на погоду валить. Нет, у нас сегодня, кстати, сказать, два часа мы тоже говорили на такую удовольствие. Ну, он тоже выставка у нас вызвала, ну, к этому... к этому рассказу, рассуждению. Можем сходить, кстати, посмотреть на эту выставку в 30-е годы. Вот, потому что... Ну, все время думается, конечно, и все время хочется найти... Не пропустить этого момента, когда это уже началось. Ну, то есть это, мы знаем, это уже началось, да? Но как бы вот... Ну, все-таки не пропустить момент уже окончательно. Не знаю, может быть, это уже неправильное поведение, уже неправильное поведение. Какие-то вопросы все время возникают. А, да, да. Ну, да, нет, это я понимаю, но тут вот, собственно, дночка сил выступала. Это же важно. Это вообще наш, конечно, один из наших таких серьезных таких поводов для размышления о Пастернаке. Вот это смерть. Кстати, то, что она сказала по поводу того, что его, скорее всего, убили случайно на допросе, очень возможно. Ну, вероятность есть это. Да. Вероятность есть это. Потому что все-таки это возникал вопрос, что 30-й год, чтобы сразу так и очень быстро, притом, да? А при том, что все остальные живы, это как-то все время возникало. Значит, какое же, что же ему должны были применировать вообще? Это был не единственный случай, прямо скажу. Нет, постреливую в кабинете. А, в кабинете, да, да. Потом это стало нормой. Это злотка чувства. Ну, и в гражданской войне это тоже не жил. Возвесли, да. Но в 20-е годы вроде бы... Документально он был оформлен как приговоренным к расстрелу. Нет, что это... Нет, это была у них такая практика. Ну, во всяком случае, вот, ну, я считаю, о строках Пастернака надо говорить в разных... Правильно, но оптимизм, конечно, добавляет вот этот метод замечательный. Вот у меня еще... Ну, здесь сейчас не буду, естественно, говорить, что я, на самом деле, вот... Это пример такого, что я назову видом формы. Это могут быть, ну, разные авторы, но могут быть и произведения одного и того же автора, когда они... Ну, или на протяжении каких-то лет это происходит. Или вот это я обнаружил, но я еще не до конца это вот рассмотрел, но, тем не менее, это два стихотворения Пастернака. Сейчас скажу, какие. То есть, причем начальные их варианты различаются очень сильно. Ну, там есть какие-то... А потом, ну, он же перерабатывал эти вещи. Вот тем каноническим вариантам, которые сейчас существуют, при совершенной разности тем они оказываются структурно перекликающими. Сейчас я скажу, какие. Ну, я упоминал, это Марбург и Мельница стихотворения. Ну, Марбург известнейший. О нем вот книга выпущена, как раз в 80-летию Вячеслава Силовича. Мельницы знают хуже. Там стучат колеса на себе, струятся и хрустят колось, далеко на другой земле рыдает пес обезголосе. Ну, по-моему, оно не менее. То есть, это конгениально, так сказать. Вот этому и внешне, ну, совершенно разным, а тем не менее, структурно. Там, во-первых, стало одинаковое количество струв, а было разное совершенно. И, ну, еще одно только приведу, там не будут дальнейшие детали. Я всегда отмечал, что это стихотворение с некоторой невероятной кульминацией, такой кульминационный момент, когда вот подготавливается вот там, когда вот начинаются кровоостанавливающие армии, а потом в тот день всю тебя, вот это, то есть это невероятно вот это отпущение, а потом вот такой возвышение, то есть это вот кульминация. Но она была вот довольно длительным таким образом подготовлена. В Мельницах там тоже есть, когда беснуется куры струшки, дымка романа слепует столбом, и падают сразу глядящие кружки, и ночь подплывает во всем голубом, и рвутся оборки на стурции буря, баллоном раздув полотно панталон, вбегает и видит, как тополь зажмуясь, нашествие снега слепит небосклом. Я вижу здесь, вот один, но самое интересное, они находятся в одном и том же количестве месте. И это точка золотого сечения. Это один с восемнадцатых. То есть это происходило, какая-то самонастройка его сознания, потому что он это некогда. Ну понятно, что это он не специально делает. Даже нужно запродозить его, чтобы он такими игрушками занимался. Нет, конечно. Да, но вот это на самом деле вот показывает, как работает подсознание, и что вот здесь, вот когда это обнаруживается, это вот что-то важное при этом открывается. Так, на какой месяц ставим этот? Нет, ну просто, как вы нас на крючок все посадили, теперь мы уже не можем просто без него прожить. Ну, я вот, я Марине говорил, несколько дней назад я обнаружил вот у Пастернака. Ну это немножко другое, такое вещь. Я пытаюсь смотреть на стихи, ну понятно, конечные это рифмы, ну известно, акро-стихи, да, вот поначалу, ну когда там какое-нибудь имя, фамилия выстраивается. Но я пытаюсь смотреть иногда на вот это, первые буквы, ну тем более заглавные, образуют ли они что-то, как-то созвучит какой-то или что-то. Ну, чаще всего это там трудно понять, что-то неразборчивое. А иногда возникают какие-то просто или слова, или более того. И здесь в каком-то смысле меня подвигло, что вот, ну знаете, вот последнее стихотворение Державина, вот это «Река времен». Так вот, возможно, Сергей Бирюков, ну такой поэт, в общем, и исследователь, возможно, он обнаружил, но Вася Буча говорил, до него нет, что это на самом деле скрытый окро-стих. То есть первые там слова образуют такие, первая – руина, а вторая – чти. Ну это чести, как бы вот тогда писали сокращенно. Вот я, ну и стихи вот Пастамака некоторые, и взглянув на последнее стихотворение, которое в сборниках, то есть «Единственные дни», ну не буду себе приводить, это вы посмотрите, какие там слова, а вот последнее, четверостише, там первую букву выстраивается «Ивии». То есть вот это заканчивается стихотворение, и не кончаются объятия, и вот это вот «Ивии» к «Ивинской» выводит. Ну, естественно, это никак не анализируется, это вот то, что вот есть такие скрытые структуры, которые на самом деле говорят о каких-то смыслах, как мне кажется. Поэтому, то есть, ну, стихи Пастернака еще предстоят, то есть их надо еще смотреть и смотреть. Это уже какой-то спектральный анализ. — Вы спрашиваете, почему физики, да? — Да, еда. — А это очень ценная вещь, да? Не приходит в голову так, ну, ну. Я признаюсь, вообще у меня очень сложные взаимоотношения с людьми, которые вот так серьезно, ну вот, например, как, обожаю вот этот, этот Ивановский, да, «Бабочка Буря», да, вот этот разговор, да, все равно, что... фантастически, но для меня это звучит как еще одно стихотворение, понимаете? То есть еще одна вещь, потому что сама по себе это стихотворение совершенно иначе на меня действует и абсолютно по-другому входит. И входит оно сразу нерасчлененным, сразу порождая целую-целую массу всяких... — Да, да, да. Нет, я согласен, у меня тоже, хотя это замечательно совершенно, и вот он действительно обнаружил там вот это... — Нет, просто счастье читать было, потому что это... — Да, замечательно. — Открывается что-то... — Но у меня нет... — Но у меня нет такой... — Но стихотворения остаются стихотворениями. — У меня другое ощущение. — Нет, ну, когда вот такой анализ, так сказать, можно сказать, ну, кого интересует структура, там, какой-то золотой... А тем не менее, это вот все-таки отчасти говорит, почему она вот так действует, вот такие вот стихи. Ну, я говорю, для меня это вот поверх барьеров, вот это любимейшие вот стихи. Я, ну, какой-то чувствовал смутную связь между... Ну, они настолько разные, так сказать. Мельницы не все знают даже стихотворения. — Нет, я только... — Нет, вот то, что выложили, это вот замечательно. Вот где открылось, так сказать, это вот стихотворение. — Да, он у меня однажды открывался на Мельнице. — Да. Нет, это, по-моему, совершенно потрясающе. Там, ну, такие... Это вот фантастика такая вот, поэтическая, то есть, которая у него... В раконском смысле, оно для него уникальное. И его... оно неоцененное, может быть, так сказать. Там, на самом деле, какие-то такие прозренческие вещи, неизвестные, знаю, как элеваторы, наполняют их теплом. Это о мельницах говорят. Когда вот сейчас в Голландии мы смотрим по холмам, там стоят вот эти мельницы, которые... — Витрины. — Витрины мельницы, которые вот электричество добывают. То есть, вот это вот... То есть, это на самом деле и пророчество. Ну, сейчас... — Экологическое пророчество. — Нет. Ну, в каком-то смысле, да. — Поставлено как мельнический пророк. Это что-то новое. — Как экзот. Ведь раньше мельницы стояли по холмам, там вот где-нибудь, ну, в Украине не только. Огромное количество было ветряных мельниц. Вот когда некоторые фильмы смотришь, там они вот как крестики, ну, простите, вот накладки, вот такие вот стоят. Сейчас нам это совершенно непонятно. А вот сейчас мы видим там, что они вот стоят, вот в Западной Европе особенно, огромное количество... — Швейцарии, да. — Да, некоторые прям поля... — Витрины, это и есть витрины, мельницы, которые вот... — Дают витрины. — Да, то есть это я вот вижу. Ну, помимо всего прочего, здесь и некоторые вот... Совершенно для него тоже непонтролируемое некоторое такое прозрение на то, что произойдет. Даже как я, ну, даже стихотворение одно, где в качестве эпиграфа строчку из постановка знал, это из балладового стихотворения, вот Бояр Бояров, ну, не самое, я считаю, оно такое, через полосное какое-то, бывает карьера на Борзон там, там есть строчка «И вечно числится в нитях». И это я считаю, что к интернету, у меня прямое отношение. То есть тут и число, и вот это, и нити, и вот эти вот нити-сети. То есть это вот Пастернак предсказал, что с людьми происходит. Они уходят туда и вечно там числится. — Их у тебя там... — Ну да, да. И это вот, ну, комическим образом вспоминается строчка Пушкина. «Тя-тя-тя-тя-тя-тя-наши нити притащили мертвеца». То есть вот это вот... То есть и здесь на самом деле настоящий поэт, ну, иногда сознательно, иногда бессознательно, он является пророком. Вот в каких-то деталях он что-то вот, так сказать, создаёт, будет. Ну, Хлебников известны его вещи, а вот у Пастернака как-то об этом меньше говорится, по-моему. — Про свой правительский голос он всё-таки сказал. Вот это тоже для меня загадочная вещь. — Насколько, насколько, насколько серьёзно он сказал. — Да-да-да, достаточно. — Нет, я вот... Увидеть вот то, что именно... Ну, что значит подсознание? Всей целостностью своего сознания. — Потенциалик. — Сознание, да, вот. Когда это всё действует, что-то контролируется, нет. И вот это вот даёт какие-то образы, которые на самом деле они в будущем отзываются, они как-то призывают это. И знаюсь в будущем в быту, так сказать. Поэтому... — Только потяни за ниточку дальше. — Да-да. — И дальше раскручиваться. — Здорово. — Спасибо. Спасибо.